Месть – блюдо, которое необходимо подавать быстро, ибо жертва может оказаться еще быстрее. Странное происшествие на Шилтенской. История эта началась не сегодня и не здесь. Два месяца назад группа молодых людей, возвращавшихся на частники из Фокина, была элементарно обворована водителем. Об этом было сообщено в полицию, составлено заявление, похититель был объявлен в розыск. И вдруг, совершенно случайно, один из пострадавших узнал машину вора в этом тихом городском закутке. Но и решил узнать у водителя о судьбе денег и о том, не стыдно ли злодею засодеянное. Я подошел к нему, у него было окно зашторено, срвал шторки. Ну там, хотел его выдернуть с машины. Он включил заднюю передачу, врезался вот в такси Максим, с которым мы расплачивались. Хотели вот выйти, да, там, пойти домой. Врезался, все, короче, и давай убегать. Какая машина? И вот, Королла. На ней сходы остались? Конечно, там задняя часть вся помятая. Сценарий, вправду, несколько неожиданный. Впрочем, похитителя можно понять. Ждать пощады ему не приходилось. Не исключено, что своим поспешным бегством он уберег не только себя, но и ребят от того, что на языке закона называется нанесение тяжких телесных повреждений. Но вот случайного свидетеля произошедшего он наказал совершенно напрасно. Ну, я разворачивался, клиенты, получается, они машину поставили, я разворачивался. Этот на Короле, получается, то, что я видел, он раздает назад, я не успел уже скорость включить, получается, ну, не газ, ничего. Резко сдает назад и бьет мне машину, просто, получается, тут же разворачивается и уезжает. И, честно говоря, я сильно ударился просто, я ничего, как бы, ну... А вы были в машине? Ну, я был в машине, я вот об эту стойку ударился, получается, был удар, мне сюда, я головой ударился об стойку, об стекло. Машина такси повреждена серьезно, как вероятнее всего и машина вора, а теперь еще и участника ДТП, скрывшегося с места аварии, номер которого записан и передан прибывшим сотрудникам дорожной полиции. Массовое ДТП произошло на героев Тихоокеанцев. Автомобилистка не справилась с управлением на мокрой трассе. Утром водители трех автомобилей Toyota Crown, Kia Bongo и Mitsubishi RVR паркуют свои машины у обочины дороги. Выходят из авто и идут по своим делам. Они еще не знают, что когда вернутся, то не узнают свои машины, а одному из них вообще придется распрощаться с авто навсегда. Героев Тихоокеанцев, девушка-водитель Nissan Skyline двигалась со стороны Акатова, в сторону улицы Катерная, не справилась с управлением, совершила наезд на три неподвижных транспортных средства. К месту ДТП начинают подходить хозяева разбитых машин, осматривают свои транспортные средства, подсчитывают убытки. Ну пострадала, ну а я что скажу, вот стоит, да стоит. Что там, какие повреждения, серьезные? Ну задняя дверь, стекло разбито. Меньше всего у ВИЧи достается грузовику, поэтому его хозяин сильно не переживает. Водитель Крауна появляется самым последним. Он пребывает в шоке, еще не осознает, что сегодня ему придется ходить пешком или воспользоваться общественным транспортом. Вообще-то с дребезги раздевают. Что вы сейчас намерены делать? Во-первых, надо оформить все, потом, может быть, все буду обращать, потому что машина все, машина в дребезги сами понимаете. Предполагает, что автомобиль, основательно разрушивший его достаточно крепкую машину, несся на скорости порядка 100 км в час. В результате ДТП Toyota Crown превращается в груду металла. Как оказывается, это чудесное перевоплощение седана в хэтчбэк совершила водительница Nissan Skyline, за которой горой вступается ее группа поддержки. От нецензурной брани и косых взглядов со стороны водителей, чьи машины получили неслабые увечья, парни прячут девушку в одном из своих автомобилей. От камеры водительница прячется также, и только в стороне от объектива признается, что стаж вождения у нее маленький полтора года. Четыре дня тому назад приобрела этот автомобиль. Утром на спуске дорога была мокрой, этот факт, по ее словам, она не учла. А еще признается, что, возможно, у машины есть технические неполадки, что-то не так со стойками и электроникой. В ДТП рулевая Nissan Skyline пострадала, а царапа налицо. На место аварии прибывает карета скорой помощи, врачи осматривают девушку, никаких травм, угрожающих жизни они не обнаруживают. В результате предлагает проехать в больницу, но водительница отказывается и остается на месте ДТП принимать участие в оформлении аварии. Сотрудники госавтоинспекции на месте передают пострадавшей документ, объяснительную, зарисовывают схему аварии. В итоге Краун и Skyline не на ходу, а два других авто покинут место ДТП своим ходом. Выплаты по ОСАГО участникам ДТП хватит, под сомнением, Тойота Краун. Мокрая дорога опять демонстрирует свой коварный нрав. На трассе Седанка-Патрокол в аварию попала молодая женщина. Раннее утро праздничного дня. Крошка Мазда Дэмио под управлением юной дамы бодро двигается по трассе Седанка-Патрокол. Дорога практически пустая и, кажется, ничто и никто не может помешать добраться до города в максимально короткий срок. Никто, кроме самой дороги. Мокрый оттого полный сюрпризов. Как правило, очень неприятных. Занесло меня, не справилось с управлением. Дорога скользкая. Улетелась, дорога скользкая. Не справилась с управлением, вылетела в торг. Сами пострадали? Лейра. Сами? Как вы сядете? Сами нормально, все шикарно. Попавшая в дорожный переплет молодая женщина вынуждена лукавить, ведь автомобиль, к слову, взятый на прокат, серьезно пострадал. Его восстановление, если он не застрахован по каске, потребует немалых вложений. Хорошо еще, что лейра оказались крепкими. Не погнулись и не порвались от двойного удара Дэмио. Поскольку случись иначе, девушке пришлось бы, помимо прочего, еще и возмещать ущерб, нанесенный городскому хозяйству. По счастью, самой водительнице никакого ущерба авария не нанесла. И это при том, что подушки безопасности даже не подумали покидать места своего хранения. Впрочем, это был уже перебор. Столько неприятностей сразу – это действительно много. И того, что есть, явно достаточно. Скользкая дорога в очередной раз становится причиной очень тяжелого ДТП. Ближайшие заморозки, скорее всего, не ослабят напряжение в этом направлении. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. В противном случае вас ждут большие неприятности, похоже, вот на эту. Удивительно, но водителей, проезжающих ввиду аварии машин по скользкой, не успевшей высохнуть дороге, отчего-то не посещала мысль снизить скорость. Вероятно, как порой случается, каждый думает подобное не про него. На транспортной развязке в районе Седанки грузовик влетел в лейра. По предварительной версии водитель был пьян. Водитель на Ниссан Дизель возвращается после тяжелого трудового дня. Едет в сторону Владивостока. На Седанкинской развязке при съезде с моста машина влетает в лейра и сносит дорожный знак. Больший груз перекашивается и замирает в таком положении. Рвутся топливные трубы. Из машины прямо на дорогу течет горючая жидкость. В 20 часов 59 минут поступил вызов на ПСЧ. Мы прибыли вторым ходом. По прибытию обнаружили разлив топлива. Пожарные оперативно очищают трассу от топлива, поливают водой. Это пожароопасность, потому что дизель разливается, мы его смываем, чтобы ничего не произошло. Плюс зеваки останавливаются, смотрят. Мы их разгоняем, чтобы не было аварийной ситуации. Работа огнеборцев почти закончена, остается только промыть лейра. Судя по запаху, это соляра. Пожарным придется подождать, пока уберут машину с места ДТП, чтобы смыть с дороги разлившееся топливо. Лейра машина основательно замяла. Эвакуатор увезет грузовик с места аварии, и тогда пожарные беспрепятственно смоют топливо с лейров. На место аварии прибывает экипаж ДПС. Рулевой не может толком пояснить, почему его машина сошла с дороги. Стражи порядка подозревают, что водитель Ниссан Дизель находится в состоянии алкогольного опьянения. Направляют мужчину в КНД, составляют схему аварии. По подсчетам дорожных полицейских, Ниссан Дизель повредил порядка 4 метров лейерных ограждений. За это его ожидает немалый штраф. За то, что сел за руль грузовика нетрезвым, мужчина может лишиться водительского удостоверения. Жизнь на карту, все или ничего, какая-то карма. Такое им зло колесами в небо заклинила руль. Стоп! Снято! Автопатруль!